Добрый день. В сегодняшней лекции по моей системе спасения гармоничного развития я показываю технологию, направленную на то, чтобы результат, полученный от управления в какой-либо одной области и в своей структуре сознания переводить на результат в той области, с которой, возможно, вы дело не имели. И, возможно, значит, этот перевод именно такой. Почему я говорю «возможно»? Потому что с точки зрения предотвращения катастроф, например, глобального характера, нужно, чтобы не реализовывался результат. Но это похоже на то, что когда вы в структуре сознания работаете с этой информацией, то разделение происходит на двуполюсную область, где минус полюс – это полюс, с которым приходится работать, как бы его не задевая. Поэтому я здесь употребляю слово «возможно». И именно «возможно» придется иметь дело с той информацией, которая никак не может быть реализована в виде, предположим, совершенно конкретных физических проявлений или даже полностью информативных проявлений. То есть та информация, которая не имеет корректных информативных систем, но она, с точки зрения, например, оптической системы визуализации, влияет на события. И с помощью данной информации, например, можно предотвратить, предположим, глобальную катастрофу. Следовательно, смысл сегодняшней лекции состоит именно в том, чтобы уметь перевести информативную область, которую вы получаете в своем восприятии от результатов, полученных в какой-либо одной области, на ту область, которая часто даже не диагностируется как область проявленная. По данной технологии я показываю, в первую очередь, некий оксиматический принцип, который заключается в том, что когда вы, например, физическим зрением смотрите на лист растения, то вы не всегда переводите информацию в слова, предположим, вы мысленно себе не говорите, что это лист растения, а вы сразу понимаете, что это, например, лист растения. Значит, надо настроиться на вот такой уровень духовного восприятия в данной лекции. И на этом уровне дальше я уже буду в качестве в первой части аксион высказывать определенные, ну, постулирующие, что ли, положения, которые в этой технологии потребуются. Следовательно, восприятие, значит, какого-то элемента реальность не всегда имеет, ну, как бы законченную природу с точки зрения мышления, стереотипов, что ли, мышления, когда вы имеете совершенно сформулированный предмет того, что вы воспринимаете. Это первое. Второе, тоже аксионатическое положение и одновременно постулирующее, то, что когда вы воспринимаете реальность широко, то вы имеете бесконечную точку сужения сознания в области, ну, как бы, акцепторного восприятия. То есть существует некий рычаг, который на духовной позиции выходит от уровня сердца, значит, ну, как бы давит в точку акцепторного восприятия, и вот эта точка максимально сужается в тот момент, когда вы расширяете восприятие. Например, вы смотрите, значит, на широкое помещение. Например, я сейчас вот смотрю на информационном уровне на зал, и при этом я имею все более сужающуюся точку, чем больше я смотрю. И вот скорость сужения точки сознания – это точка именно самоорганизации сознания. То есть там происходит процесс, когда сознание начинает дифференцировать и, значит, как бы управлять ситуацией в сторону созидательного развития. Вот именно расширение в одной области и сжатие в другую – это та аксиома, которая говорит о том, что от сжатия до расширения есть развитие. А вот развитие – это уже то, что включает в себя и мыслительную часть, и, например, духовную, и управление душой и так далее. Следовательно, развитие мышления в плане оформления предмета вашего восприятия – это есть часто разница только в объемах информации, которые вы улавливаете в структуре своего сознания. И третья аксиоматическая позиция – это то, что когда вы смотрите, ну, как бы на себя, то есть смотрите извне, например, из структуры, которые не относятся, например, к вашему физическому телу, то ваше восприятие такое, что оно возвращает сознание в форму физического тела. Исходя из этих трех постулирующих систем, хотя их можно, кстати, просто просмотреть на уровне практики, мы можем сказать, что оформление, например, информации возможно путем отражения на эти три области, которые я описал. То есть любая информация может быть спроецирована, ну, в виде оптического, предположим, луча на три, скажем так, описанных информативных блока, и тогда нам не обязательно оформлять, что мы видим, а достаточно только лишь, значит, воспринимать постулирующие области. Вот обратите внимание, я не даю переход между тем, как постулирующие области влияют на саму информацию. Здесь я специально делаю усложнение в воспроизведении лекции. Когда вы будете ее слушать, постарайтесь, значит, уловить, как же влияет, например, постулирующая, постулируемая область, или три области, предположим, на информацию, которую вы хотите управлять. С точки зрения спасения всех, там, например, от возможной макрокатастрофы, область, где вы имеете свое собственное физическое тело или информативное тело, но которое имеет образ физического тела в вашем восприятии за счет внешнего, что ли, рассмотрения себя или выйти в другую структуру сознания, которая не находится внутри физического тела. И обратите внимание, что закон, значит, плотности информации, закон развития сознания в сторону увеличения плотности информации приводит к вас, ну, к тому, что вы имеете, опять же, свое физическое тело на уровне или информации, или просто физически правильной реальности. В связи с этим, после того, как я сделал, ну, как бы, несколько усложнений специально вот в этой лекции, значит, нужно суметь в данном усложении, значит, перейти к упрощению в области восприятия. То есть вы должны будете рассмотреть самостоятельно, когда прослушиваете лекцию. Таким образом можно сделать упрощение, чтобы, ну, так, как бы, длинно построенная речь на уровне неопределенных объектов, зачастую полностью неопределенных или частично определенных, проявилась бы в качестве совершенно определенной конструкции. Для этого вам нужно суметь мысль разделить, то, что вы воспринимаете в виде мышления, значит, разделить на две части. То есть первая часть, которая является областью взаимодействия со всей внешней или там внутренней информацией, в принципе, с любой. И вторая часть, которая в вашем восприятии проявлена в виде тех структур, которые вам знакомы, например. Да, это могут быть буквы, это могут быть образы и так далее. В связи с этим, значит, когда вы делаете, ну, своеобразное построение, похожее на, например, песочные часы в области сужения максимального, это разделение внешней структуры, создание внешних элементов информации, и внутри области, ближе к вам, значит, это то, что вы четко воспринимаете. И вот по системе именно спасения от возможных глобальных катастроф, технология заключается в том, что вы две области, как бы первую часть, условно, песочных часов, и вторую берете и сжимаете, и на максимально узкой области их просто, как бы, складываете одно в другое. Как только вы делаете такое сложение, возникает сфера, которая и содержит информацию точной определенности неопределенных объектов. То есть вот технология в том, что точная определенность неопределенных корректно объектов возникает от действия с формой информации. Как только вы, например, данный пример разовьете, предположим, на другие образы, на другие объекты, то вы увидите, что происходит управление в том случае, когда вы не пользуетесь, например, словами. То есть управление происходит, когда вы не пользуетесь таким понятием, как мышление, например. И в связи с этим в данном управлении вы имеете зачастую прямой совершенно доступ, и при этом вы имеете возможность, получается, из структуры сознания за счет прямого доступа управлять событиями. Ну, предположим, я могу двигать рукой, но при этом я не продумываю, что вот сейчас я там буду двигать, например, большим пальцем правой руки. И управление вот примерно аналогично на физической реальности примерно вот такому типу в данном случае. И прямое управление и своего сознания в данной системе заключается в том, что вы, значит, определяете статус управления таким образом, что ваше собственное сознание вы организовываете именно в четко проявленной области, о которой я сейчас сказал, и при этом и свое сознание, это конкретная точка, которая находится перед вами, или область, которая находится конкретно перед вами, и вы из этой области делаете управление, в принципе, сначала в бесконечно удаленную область, соотносимую с данной информацией, с которой вы управляете, потом в бесконечно близкую, но которая находится внутри образа управления. Здесь будьте повнимательнее, получается как бы замкнутый треугольник, который является управляющей конструкцией. Вы можете переложить его на плоскость, например, на плоскость стола, и он начинает сжиматься в точку бесконечного сжатия. Там, откуда растет сознание по специальным законам, общедоступным, кстати, для всех, для понимания. Как только вы входите в эту точку, вы видите, как вообще развивает сознание с точки зрения созидательного роста. То есть можно устанавливать законы его роста, выписывать, изучать и использовать для управления. Следовательно, следующим шагом в аксиматическом принципе управления является нахождение тех звенивых структур, которые, ну, как бы самопроизвольно растут. То есть те, которые имеют собственные законы роста. И нахождение в этих звенивых структурах то, что было представлено в аксиматическом уровне, как составную часть, как бы, следующей звенивой структуры. Более того, необходимо найти по законам сознания, развитие созидательной структуры сознания, что аксиматически изложенные системы решают ту же самую задачу, что и уже развитые системы. То есть принцип решения задачи, он должен быть один и тот же, когда вы смотрите именно канонически развивающиеся системы созидательного управления. То есть достигнутый элемент, например, на аксиомах в управлении, опять я повторяюсь, должен быть по действенности таким же самым, каким является совершенно, ну, может быть, очень сильно развитая структура. По системе спасения такой подход, он нужен для того, чтобы уметь за счет единого импульса, который, может быть, является только первичным, сделать то же самое, что и при развитой системе управления. И вот с точки зрения восстановления себя при условии гармоничного внешнего и внутреннего развития, здесь существует технология, ну, достаточно простая в плане использования в преклонном, что ли, варианте сегодняшней лекции, сегодняшнего материала, в плане создания собственной структуры при условии, когда вся внешняя система развивается гармонично. Чтобы создать такое управление по технологии сегодняшней лекции, достаточно рассмотреть, значит, тот микроуровень, который составляет, например, физическая материя человека, который содержит в себе всю внешнюю структуру реальности, ну, как бы в перевернутом, что ли, уровне. То есть сознанием войти, как я объяснил, существует позиция так называемых песочных часов, когда вся внешняя реальность и внутренняя могут быть наложены друг на друга, то в этом случае информацию физического тела человека можно представить как часы, соотносимые с внутренней областью сознания, то есть корректно проявлены, а внешнюю систему – это все внешние связи. Когда вы делаете наложения, то каждой клетке по закону общих связей соответствует любой элемент реальности, любому уровню этой реальности соответствуют конкретные события. И в связи с этим, значит, событийное управление здесь проявлено как действие часто просто физического тела. То есть когда вы, например, делаете какое-то действие, то любое действие завязано с тем, что это действие влияет на события. И здесь вот, обратите внимание, здесь очень важно, здесь узловая точка в управлении по сегодняшней лекции, что когда вы в этой точке начинаете размышлять или просто обсуждать какие-то элементы путем, например, мысленного диалога, то вы делаете управление в этой области. То есть я сейчас привел вас к той области, которая является управляющей, потому что вы к ней пришли. Находясь в этой области, вы делаете управление. Промежуточные системы логического типа я здесь опустил и посчитал, что управление, которое делается сразу же, как только вы находите эту область, это управление в данном случае, оно более, может быть, эффективным, чем управление, которое как бы разложено на логический постулат. И в связи с этим, значит, точка управления, о которой сейчас я говорю, она точка является, ну, сама по себе достаточно новой, что ли, в функциональном плане, потому что она представлена как уровень непроявленных систем и одновременно уровень логически изложенных систем. И вот по теме сегодняшней лекции в этой точке вы можете делать унификацию любого объекта информации с точки зрения, ну, его пролонгированности, что ли, в управляющей системе, когда область не определена. Например, вам нужно сделать управление такого типа, чтобы не произошел взрыв там ядерного реактора в ядерной станции промышленного назначения, от того, что на эту станцию, например, там может упасть самолет. Мы, предположим, с теми же ядерными боегаловками. Чтобы эту задачу решить путем управления, значит, вам нужно прежде всего найти управляющую область, сопоставимую с тем, что может реструктуризировать эту информацию в качестве того, чтобы это событие не произошло. Реструктуризация информации требует соотносимых величин. То есть есть движение самолета, есть возможность или невозможность начала ядерной реакции от промышленного, например, реактора, то достаточно комплексная область, которая на самом деле даже в физическом обычном счетном варианте не всегда имеет точное решение. В связи с этим, если вы, например, поставили такую задачу, то управлением данной области может являться величина просто оптически выраженная. Например, вот в районе моей руки находится область, которая высвечивается как управляющая система. И задачей управления является то, что я просто ввожу импульс управления в нужную точку области с определенной скоростью. Я такую задачу тогда решаю. Вследствие этого, чтобы сделать доступ к управлению унифицированным, вам нужно рассмотреть всего лишь навсего в данном случае, что вы проводите импульс корректно. То есть вы попадаете в область управления, например, точно в область управления, которая, вообще говоря, видна. Особенно в случае возможных катастрофических явлений область управления, как правило, очень четко выражена, является очень статичной. И вот менять, в принципе, на самом деле часто бывает несложно. И поэтому главное здесь как бы иметь сопоставимый уровень управления. Когда мы говорим именно о спасении всех, то управление всегда является корректным, потому что тело – это есть уже управляющая величина или мысль является управляющей величиной. Поэтому в данном случае, например, есть закон того, что макрокатастрофы в любом случае может не произойти, потому что управляющая величина существенно как бы неизмерима, что ли, на большие. Такой термин, да, я опять использую, неизмерима, тоже специально использую. Иформация, который некорректно проявлен. Значит, и мы имеем точное достижение обязательного спасения, например, от макрокатастроф. То есть если мы развиваем систему так, чтобы не было макрокатастрофы от взрыва, например, там, локального ядерных систем, то это управление, оно уже содержит в себе как бы траекторию управляющего импульса, уже содержит. То есть управление по доступу заключается в том, что от макрокатастрофы, как правило, управляющие траектории, они известны. Но если вы, например, хотите как бы минимизировать и не допустить по возможности там максимальное количество катастроф, то тогда вам нужно сделать управление соотносимое. Для этого проще всего взять и, например, взять любое управление, которое является корректным. Например, там, диагностика системы, да, диагностика человека, излечение человека. Рассмотреть в случае излечения, как происходит контакт с областью информации человека. То есть что конкретно для вас является контактной системой. Как вы, например, из уровня, например, физического тела, вообще говоря, или из уровня мышления, вы, значит, производите контакт с системой. И просто обычным механическим путем, либо на духовное составляющее, как бы помня духовное состояние, перенести этот контакт на макроуправление. Причем областью, которая вами не определена, просто эта область является областью, которая не допускает, например, какой-то макрокатастроф. И путем этого перенесения вы просто как бы переносите, проще говоря, обычный рычаг управляющий и все. То есть корректность достаточно иметь только в одной системе, которая является, в принципе, вам известна. Для этого, если вы, например, ну, предположим, значит, ситуация такая, что вам нужно очень быстро принять решение и анализировать, например, сопоставимость в управлении, иногда сложно, да. Например, выявить какой-то факт, который мог бы быть наиболее оптимальным, часто требуется на это время, пусть даже несколько секунд там или миллисекунд. Есть очень простой способ либо использовать первую, как бы, величину, которая высвечивается либо в оптике, либо в виде понятия, если духовная величина, и просто навсего спроецировать сразу эту величину в области управления. Ну, то есть использовать то, что ближе всего. Второй уровень – это использовать любой физический объект, который, ну, находится, например, в уровне восприятия. Предположим, там, передо мной находится видеокамера, я смотрю на информацию, как идет зрительный импульс. То есть, предположим, я просто смотрю на себя и вижу, как воспринимается моим сознанием на уровне информации эта видеокамера. А видеокамера, она же статичная система, она находится передо мной, и я просто навсего проецирую, как бы засвечиваю эту оптическую систему, и она управляет этой макрообластью. Посредством, вот, неопределенной опять системы. Следовательно, первый принцип управления через неопределенную систему заключается в том, что вы находите управляющий рычаг, который может находиться из результатов, которые, например, известны. На всякий случай можно иметь несколько, значит, известных систем. Предположим, вы добиваетесь положительно управляющего момента, и на духовном уровне стараетесь, как бы, видеть, что происходит на духовном, то есть, смотреть за духовным состоянием на уровне, например, оптического свечения. Если вы смотрите на какую-то геометрическую фигуру, она вам запоминается, эта фигура, по тем или иным признакам. Тогда можно использовать просто память этого доступа. Если, как я объяснил, что вы вдруг начинаете в момент такого действия перебирать наиболее лучший случай, да, и начинаете тратить время, тогда проще использовать, например, вот просто любой физический объект. Или же использовать любое управление, которое является системой доступа к данному, как бы, неопределенному объекту. Теперь, после того, как вы сделали такое управление, становится следующий уровень, это определение неопределенного объекта. То есть, каждый следующий уровень, это обязательно определение объекта, которые не были определены в момент, например, скоростного управления. Значит, с точки зрения определения этого объекта, необходимо, ну, как бы, поместить этот объект в известную зону восприятия, там, где понятия определены. Перемещение может происходить обычно, например, путем, путем обратной, как бы, последовательности действий по отношению к объекту. Предположим, вот, не произошло падение самолета на ядерную станцию. Вы моментально находите структуру в этом объекте по отношению к непроизошедшему событию. Например, ну, там, у самолета не хватило топлива, да, предположим, и вот та зона, которым, ну, которая, вообще говоря, вы рассматривали эту зону в свое время как неопределенную, но которая была управляемая и которая была неопределена эта зона, на самом деле, оказывается, физической реальности в том плане, что там не хватило, предположим, топлива у самолета долететь. В качестве физического плана. Как только вы определили эту зону, вы, в принципе, попали в известную структуру сознания, в области восприятия, это достаточно известная величина, и, в принципе, тогда вам больше ничего не надо делать. Если вы, например, имеете многокомпонентную систему, то есть, как только вы начинаете события выводить на уровень, значит, ну, как бы обратного, что ли, хода событий от непроизошедших катастроф, и вдруг появляется больше, чем одно понятие, например, кроме того, что не хватило топлива, еще какое-то понятие, да, тогда самое первое действие, вот это опять аксиматический уровень я показывал, нужно область, которая, значит, неопределена, перевести в область, которую вы обозначили как известную область вашего восприятия, и которая находится геометрически ближе всего к области, которую вы управляли. То есть, в данном случае это выглядит очень просто, вы просто берете и механически как бы перемещаете в область, восприятие именно ту область, которую вы назначили как известную область. И в связи с этим эта область начинает, ну, на самом деле там начинают происходить определенные процессы расширения этой области, и возникает вертикальный, то есть по отношению к физическому телу, определенный оптический луч, который направлен как бы вдоль тела, вертикальный по отношению к телу имеется в виду. И, значит, когда этот луч начинает иметь интенсивность очень высокую, вы на духовном уровне понимаете, что из себя представляет эта неопределенная область. То есть она становится определенной с точки зрения духовной диагностики, хотя там может еще не быть слов, например. И как только вы достигли первого уровня духовной идентификации, что область сгармонизирована фактически, то есть она не является областью внешней по отношению, например, к структуре восприятия. То есть вы ввели внутреннюю систему этой области, сделали такой, чтобы она стала известной в рамках вашего известного уровня восприятия. И тогда можно, в принципе, дальше, вообще говоря, если нет времени, больше особенно ничего не делать. Но можно, на самом деле, духовное вот это свечение, духовную диагностику взять и перевести, например, в управляющее остановение, то есть рассмотреть, что в данном случае из себя представляет с точки зрения контекста событий. Почему данное происшествие, например, не произошло. Это могут быть выявлены какие-то телефонные звонки, например, между теми, кто бы мог реструктурировать события. Это может быть, например, какой-то порыв ветра или тайфун, который не дал возможность по пути долететь. Самолету, предположим, пришлось облетать, и у него не хватило топлива до этой ядерной станции. То есть получается, что вы просто видите комплекс событий, которые в управляющем остановении вы можете еще добавить управлению. Хотя, казалось бы, вы размышляете над уже постфактической ситуацией, но управляющее остановение, оно везде именно управляющее, потому что даже когда вы рассматриваете ситуацию, которая не совершилась, а мы же говорим о ситуации, которая, возможно, была бы, все равно нужно добавить управление таким образом, чтобы этого даже в рамках просмотра не совершилось. Когда вы делаете такой просмотр, то эта область ложится в область того, на логическом уровне понимания, почему не произошла такая конкретная ситуация. Но, как я объяснил, можно просто сделать духовную идентификацию, что область, значит, находится в точке, где ваша духовная система понимает, вот, например, структуру данной области, и при этом не обязательно выводить, например, в слова или в управляющий уровень ясновения. Далее я здесь выразил определенный уровень, который ближе к уровню наличия знаний из, например, точки восприятия. То есть в этой области вы знаете, но вам не обязательно переводить, например, в слова. Но вот этот же принцип перевода, значит, какого-либо импульса в импульс другого характера можно использовать, если вы, например, на духовном уровне знаете, а вам надо перевести на логическое восприятие. Тогда такой же принцип, он, вообще говоря, работает, в принципе, примерно так же он работает, как вот я сейчас описал, что духовный уровень восприятия переводится на уровень логического знания, вы можете иметь из уровня знания души, так как душа, она знает информацию, вы просто можете перевести на уровень логики. И вам не надо тогда, например, использовать какие-то средства, там, предположим, ну, так называемого забора информации, просто вы известную систему знаний всего лишь навсего проецируете на логическую систему. И в связи с этим вы получаете, значит, корректные знания только потому, что вы использовали технологию получения, как бы, неоформленных систем в области оформленных систем. И если вообще поставить такую обобщенную задачу, связанную с тем, что, вот, предложим, что есть управляющие остановения, если мы находимся в этом зале, вот как происходит вообще информация в мире сейчас, там, за пределами этой комнаты, то это тоже можно рассмотреть, как систему четко не проявленную, например, да, для физического зрения. И вот чтобы эта система была проявлена, например, на уровне, ну, скажем, сопоставимых систем физического зрения, то есть то же самое, да, ясновиднее, например, управляющий, достаточно использовать, в принципе, тот же самый принцип. Следовательно, этот принцип, это в том числе и развитие по системе прямого доступа уровня управляющего, или же, если управление, например, не нужно, а объект достаточно в спокойном состоянии находится, то это фиксирующего ясновидения. И принцип, он такой же, как вот я объяснил, принцип двух, значит, например, сфер, имеющих общую границу. Это могут быть, как я объяснил, там, по типу песочных часов, а может быть и просто две сферы, где внешняя сфера – это все внешние события, которые не отражены, например, в проявленной области. И, значит, внутренняя сфера – все, что вам известно в текущее время. И вот наложение двух систем вам дает возможность видеть события, то есть развивать, например, ясновидические конструкции, видеть в реальном времени, что происходит в системах, которые непроявлены потому, что они находятся, например, вне физического спектра восприятия. А физический спектр восприятия – это достаточно известная конструкция, все, что туда может поместиться, да, любая фигура, любая форма и известные формы. И тогда наложение двух спектров вы получаете развивающуюся, динамично развивающуюся систему, которая, если вы туда добавляете скорость, превращается в ясновидческий образ. Следовательно, функциональные свойства сознания таковы, что вы можете за счет технологии, значит, которые я изложил, в виде, например, развития структуры сознания, образ развить до уровня идентификации тому, что происходит в реальности, в коллективном сознании. Когда вы, например, развиваетесь до уровня управления коллективным сознанием в плане макроспасения, где каждая проявленная система – это проявление коллективного сознания, то в данном уровне управление заключается в том, что вы путем, например, восстановления одного человека, предложим, вы вылечили одного человека, то знание данного уровня, как бы обобщение, позволяет сразу же принципиально менять конструкцию коллективного сознания, как только вы делаете какое-то регулирование в любой точке управления. И вот в качестве самостоятельной работы вы постараетесь, значит, суметь найти вот эти траектории связи, управления, когда вы, сделав какую-то созидательную работу, получаете проявление везде и влияние на систему коллективного сознания в точке зрения созидательного развития этого сознания. Если идти дальше, то как только вы приходите в эти области, вы видите, что вообще нужно делать на самом деле, чтобы коллективное сознание развивалось с точки, например, вечного развития. Это вечное развитие – это тоже просто, в общем-то, обычная информация, которая существует в качестве информативной констанции. И вы можете получать ее оптическое отражение и видеть уже как бы по обратному ходу событие. Когда вы лечите человека или исправляете, например, какое-то событие, тогда из этой информации какой луч куда направить? И получается, что вы, замкнув несколько раз, ну как бы проштопав информацию многократно, вы получаете на верхнем пике, получаете, ну вообще говоря, самого себя. То есть принцип полной регенерации за счет того, что вы делаете управление с одним сегментом информации, то есть с одним уровнем своего собственного сознания. И когда вы, например, начинаете обобщать структуру, опять же, по этому же принципу, если вам один уровень известен, вы его там проштопали до самой верхушки, то все остальное получается, что достаточно может быть известной области. Следовательно, любой процесс, протекающий вокруг, ну внутри тела, предположим, или же во внешней системе, он тоже для вас известен в определенной точке духовного состояния, который это понимает. И получается, что вы можете в духовном плане, на уровне этой точки понимания, делать гармоничное регулирование и макроспасение, при этом находясь просто-навсего в точке понимания, где логика совмещена, например, с духовным уровнем, и вы, находясь там, делаете макрорегулирование, при этом, ну как бы, на самом-то деле, там ничего утомительного нет, но по структуре реального управления, то это, на самом деле, очень мощное, может быть, управлять. Вопрос только состоит в том, в чем данное управление, почему вам нужно, например, делать что-то другое, да? А технологически, вот, передавать знания другим, это часто другое. То, что известно вам, что передать, надо сделать что-то другое. И вот, давайте сделаем, как бы, управление на двух сферах. Сейчас, одна сфера, это то, что вот передо мной прям делаете вы сейчас, вот, по задачам зала, там, или тех, кто будет смотреть данную лекцию. А вторая сфера, это передача информации. Вот, чтобы передать, что надо в себе доразвить? То есть, какие приемы надо использовать внутри второй сферы, где есть передача информации? И первая, где вы на точке понимания просто делаете управление, вам больше ничего не надо. И посмотрите разницу, то есть, траекторию движения вашего сознания между этими двумя сферами. Пока это делаете передо мной, я посмотрю. Следующим элементом в данном управлении найдите тот элемент духовного состояния, когда между первой и второй сферы вы находите ту точку по траектории их связи, как бы привязаны, да, два шарика. По линейной связи, то есть, в общем-то, по, например, ниточке, да, связывающей эти две сферы, вы находите точку, где совершенно точно ясно, что сознание может быть развито бесконечно, до того уровня, до которого необходимо, чтобы оно было развито, с точки зрения, например, вечного развития. Вот вам надо эту точку найти, в линейном варианте, не в многомерном, в линейном. Вот есть две сферы, их соединяет просто одна ниточка, вот на этой ниточке всем надо найти эту точку. И вот когда все нашли, посмотрите сами в этой точке на самих себя, увидите зал. Кто сейчас сидит в зале. Теперь посмотрите дальше зала, там на улиц, какие машины ездят, да. Теперь посмотрите на Вселенную, и вот из Вселенной опять вернитесь к себе. Когда вы вернулись, посмотрите обратно на себя, за это время что произошло, как вы вообще передали информацию. Как лично вы передали, ну что вы взяли там, кусочек информации кому-то отдали, или вы просто, например, духовно передали. То есть посмотрите за технологией ей. Почему я сказал кусочек информации отдали, потому что я хочу, чтобы вы упрощали. То есть доводили до технологически четких, выверенных линий, как вы передаете. В чем заключается приоритет, кто вообще передает. Например, вот я говорю, вы передали, а в чем заключается вот это действие, вот как вы проявлены, где вы проявлены, как вы передаете. Вот это все, это при мне, то есть вот в реальном времени, даже когда слушаете лекцию, это все делаете. И как только удалось выявить хотя бы одну корректную линию передач, то есть в этой линии все известно для вас лично, вы начинаете строить следующее действие. Кому вы передали информацию, хотя вы могли не задумываться, вот кому вы, вы просто передавать могли. Но тем не менее, куда вы передали и кому, следующий, кому вы передали, он передает дальше. Желательно, чтобы он передавал примерно так же, как вы передали вот сейчас. То есть научите его передавать дальше. То есть создайте третью сферу. И теперь вот то, что вы научили того человека, кому вы передали, передавать, это получилась третья сфера. Возьмите все три сферы, соедините так, чтобы у них был один и тот же центр. В центре увидите себя. Я специально говорю иногда достаточно быстро, потому что я следую как бы максимально быстрой мысли по управлению. При прослушивании данной лекции, в принципе, это можно повторять, например, несколько раз. Как только вы увидели себя, посмотрите, как выросло ваше сознание, потому что вы сделали такие действия, например, на уровне именно макроспасения, то есть рост в направлении макроспасения, спасения всех. И посмотрите, если, например, такие действия не делать, тогда, ну, есть ли рост вот в этом направлении вашего сознания? И где он происходит тогда? Так как рост все равно есть. То есть всегда сознание растет в направлении сопротивления, например, возможной катастрофе. Теперь просто наложите эти два уровня и посмотрите, вот естественный уровень развития вашего сознания, он хоть в чем-то отличается от описанного или не отличается. То есть каждый делает свои выводы и находит на уровне этих выводов, ну, скажем так, технологии, которые позволяют изучать законы сознания на уровне макроуправления, макроспасения, делать эти законы управляемыми. То есть эти законы должны быть такими, чтобы они позволяли реально решать, в том числе через задачу макроспасения, предположим, ваши локальные задачи, то есть частные задачи. И следующий тренинг такой. Значит, нужно создать практически, ну, как информационную структуру планеты Земля, таким образом, чтобы эта информационная структура была частью развивающегося сознания вашего личного. То есть, обратите внимание, я не сказал там где-то специально, чтобы у вас было время и чтобы вы создавали, а что вот эта часть вашего развивающегося сознания, это такая достаточно углубленная задача. В качестве тренинга вы посмотрите, как можно, ну, как бы между делом, да, создать такую мощную и разветвленную систему. Значит, потому что элемент развивающегося сознания, это не элемент, когда вы можете остановиться, например, и строить, там у вас есть время, да, для построения. А вы в рамках развивающегося сознания личного должны построить эту систему. Информационную систему, например, всей планеты Земля. Затем можно, вообще говоря, построить информационную систему по макромеру, то есть то, что вы воспринимаете как весь мир и так далее. Как только вы сделаете такие, ну, как бы макро-построения, построите в том числе свою собственную информацию таким же образом. И когда вы, например, соединяете, опять же, да, получается три сферы управления, соединяете их, вы получаете частное событие свое в зоне управления. То есть события достаточно четко высвечены, как управляющая система. Это может быть либо лечение, да, либо любое другое событие, которое вам нужно для того, чтобы достичь управляющего эффекта. То есть уровень корректности в управлении, например, технологическая цепочка, так скажем, часто связана с задачами, которые, ну, для логики восприятия кажутся как бы макро-задачами. Но реально, например, управление всей информацией мира, это же постановочная часть и обычная задача, такая же, как, например, информация выращивания дерева, предположим, по объему и по плотности. То есть управляющие характеристики макро-информации и, вообще говоря, микро, вообще говоря, любой информации, они в шарнирно-соединенных системах, они, в общем-то, одинаковые. То есть они достаточно одинаково подвижны, и поэтому с точки зрения управления у вас не должно быть, значит, никаких ограничений в плане использования объектов управления. И вот когда вы, например, выходите на уровень, ну, такой как бы нормированности в векторном импульсе управления, что у вас нет ограничений, вы получаете то, опять, о чем я сказал, с точки зрения того, что я сказал, сознание должно иметь, значит, то знание, вообще тот путь, где обязательное достижимое связательного управления в структуре вечного управления всегда осуществляется. То есть то, с чего я начал тренинг, да, с двух сфер. Но при этом я, как бы, привел путем различных итераций на логическом уровне, опять, в принципе, к тому же. Основной путь, как бы, ну, векторный, что ли, путь, так скажем, приведения к этому, когда вы имеете управляющий статус больше как технологический статус, я здесь, кстати, не обозначил вот в этой траектории, а просто показал, что существует, вот, например, такой путь, да, часто один путь не связан с другим вообще, ни логически, ни ассоциативно. Но я для чего-то его взял и привел, предположим. И если вы посмотрите, опять же, возникает система двух систем, где одна система, например, является часто неопределенной по отношению к смысловому развитию первой системы. Но из первой системы можно получить вторую или наоборот. И в качестве самостоятельной работы постарайтесь на уровне переводных, оптических даже, элементов информации получить из одной системы другую, причем любую. В качестве идеальной структуры развития этого тренинга нужно из любой системы получить любую другую. И когда вы, например, получите совершенно конкретные технологические уровни, предположим, мне нужно из области, которая называется математикой, и из области, которая называется, предположим, русский язык, из одной получить другую. Тогда, предположим, чтобы из русского языка получить математику, я должен, ну, какие-то переводные коэффициенты, да, между двумя сферами получить связующие ниточки и считать, что вот эти ниточки, они являются именно системой перевода. Тогда что получится на логическом спектре внутри этих ниточек? То есть достаточно понятно, что, как бы, здесь могут быть очень много преобразований, да? Но, тем не менее, когда вы начинаете на логическом уровне их, как бы, понимать, то возникает вокруг этих, как бы, каналов связи этих двух сфер, возникает все более расширенное свечение. Вот уровни пересечения этих каналов, это есть уже первый, как бы, обобщение, универсальный признак переводных систем. И когда вы, например, имеете эти переводные системы, то ваш уровень управления на духовном плане, он такой, что вы просто имеете ясное знание. То есть вот уровень ясного знания – это уровень, когда понятия объединены. Вы знаете, но, в принципе, не так принципиально, что конкретно, например, вы бы хотели выделить, да, в системе. Из этого уровня достаточно просто перейти опять к уровню управляющего ясновения. Как бы, теперь уже наоборот, вот я говорил, что мы делаем сужение, значит, и имеем точку, как бы, бесконечного уровня уплотнения сознания, тогда мы имеем внешний образ, да, в одном случае то же самое управляющий ясновение, но наоборот. И осознание, точка расширяется. Тогда вам не надо захватывать внешний образ, вы просто сидите и смотрите, что происходит вокруг, или управляете. То есть, объединяя опять эти два уровня, да, ну, как бы, опять происходит своеобразное штопывание двух или там трех величин. Вы получаете опять собственную структуру, например, физическое тело. И при этом вы можете установить законные связи между вашим физическим телом на информации или информационным телом и всеми внешними факторами, которые бы, как жесткие системы, были бы такими, что вокруг все гармонично складывается. То есть, когда вы себя так проинформируете, то, в принципе, ну, возникает область информации, достаточно часто плотная, может быть в виде свечения, но лучше это нормировать, чтобы не было высвечивания, например, которая является оптимальной на уровне работы сознания, как структуры, которая понимает реальность. То есть, здесь вы уже начинаете приходить к сознанию, которое понимает. И вы видите, в духовном плане, например, восприятие, как сознание понимает. То есть, сознание работает, ну, как бы, автономно. И тогда, вот в этот момент, когда, предположим, вы спите, сознание все равно развивается в плане цели, предположим, макроспасения. Значит, следовательно, вот по сегодняшней лекции можно развить структуру сознания, где понимание, что происходит, вообще говоря, и часто безусловно. А где понимание обусловлено тем, что вы уже видите, как это происходит. И более того, вы можете управлять, то есть, назначать. Тогда получается, что ваше развитие происходит и в том случае с такой же скоростью, например, когда вы решаете какую-то задачу, например, если она, предположим, экстремальная. Но если вы даже этим не занимаетесь, например, в текущее время решаете какие-то задачи, ну, я не экстремальный, но, как бы, типового уровня, может быть, даже во многом бытового уровня, то все равно ваше сознание работает по уровню развития в плане преодоления, например, макрокатастрофы, работает с той же самой скоростью. То есть, независимо от того, чем вы занимаетесь, сознание развивается всегда с максимально высокой скоростью в сторону предотвращения макрокатастроф. То есть, вот такой тренинг позволяет, ну, как бы, воспитывать, что ли, сегмент сознания, который соотнесен с физическим пространством, например, возле вашего физического тела, выражается в оптических величинах. Есть духовная диагностика развития этого сегмента. А по сегодняшней лекции взаимодействие этого сегмента со всей другой частью информации, да, куда входит сознание, предположим, развитие души, духа или же, например, рассмотрение функциональности логических схем, все системы начинают быть взаимно обусловлены развитыми. И здесь главное на духовном уровне тогда получается только лишь держать статус, как бы, всеобщего, да, вот этого развития всех систем. И смыслом все-таки данного управления является, что вы видите в контексте управления, что это делается для, например, гармоничного устойчивого развития в плане вечного развития. Но здесь есть маленький нюанс в том, что вечность тогда проявляется на клеточном уровне при таком подходе. То есть, когда вы начинаете, предположим, эту систему как бы дальше развивать, зачем вообще вот нужно развивающее сознание, да, такое вот автономное? А потому что проекция этой системы на вашу клетку дает то, что клетка, например, вечна. Если вы это будете увеличивать, то вы получаете, ну, предположим, там, восстановление органа. У кого-то даже. Путем того, что вы высвечиваете какую-то клетку у себя, путем отражения это может быть восстановление органа у пациента. И так далее. То есть, вот системы, которые я называю, они прикладные, вот, по развивающейся системе сознания именно в этом. И по возможности рассматривайте их обязательно в прикладном варианте. Потому что просто система развития, которая дает расширение, и, ну, там, в общем-то это видно, что происходит расширение сознания, что вы начинаете наблюдать процессы развития сознания, они в функциональном приложении всегда должны быть приложены именно к задаче спасения, во-первых, всех от возможной глобальной катастрофы. Когда эта задача решается, то гармоничное развитие. То есть, всегда надо отслеживать конкретику в цели управления. Потому что, значит, управление должно быть желательно всегда целевым. Аналитическое управление тоже должно иметь подструктурно-целевые системы. И поэтому, значит, это нужно делать. И потом здесь сосредоточен принцип минимизации в управляющей системе. Если вы начинаете разветвлять управление и строить сложные конструкции, ну, как бы, безотносительно к конкретно сформулированной цели, то тогда вы получаете часто, ну, слишком нагрузочную систему. А вот конкретно сформулированная цель, как я объяснил, даже если она не конкретно сформулирована, можно путем переворота этих же своеобразных песочных часов получить опять конкретную цель. Таким образом, в качестве самостоятельной работы нужно будет сделать таким образом, чтобы любая цель была сконкретизирована в образе и в уровне вашего восприятия. Это вот в качестве работы по сегодняшней лекции. И еще раз, значит, ну, по теме сегодняшней лекции, рассматривая, например, с самого начала, основное внимание следует уделить постулирующим областям, о которых я сказал, аксиматичным областям, затем уровнем связи между структурами лекции, которые не определены словами, и я не сделал, например, не высвятил на духовном уровне связи, то есть эти связи, которые вы должны построить. И основное, что хотелось бы вот здесь получить в качестве, ну, что ли, тренинга, мы жили, что любая неопределенная область, то есть любой импульс управления, который, например, совершается в управляющей системе, как решает задачи управления целевые, так и решает все, значит, обобщенные задачи, которые так или иначе связаны. Или вообще не связаны, с данным импульсом, но решает. То есть вы научитесь по сегодняшней лекции делать такое управление, которое как бы решает весь комплекс задач, например, в одном импульсе. С помощью вот этой ширневой системы определенных и неопределенных областей это можно сделать, и как только вы это сделаете, не обязательно на этом останавливаться. То есть, хотя это усложненная конструкция, но старайтесь ей придать на логике уровень упрощенной, ну, как бы обычной конструкции. И в качестве закона управления любая даже сверхсложная конструкция, как только вы ее поняли, она становится, в принципе, ну, как бы элементарной. То есть, по возможности старайтесь прийти в этой лекции к такому уровню, что управление достаточно простое, после того, как вы уже поняли. И вот этот уровень простоты управления, это вам достаточно, и не обязательно, например, вспоминать всю структуру, которая привела, да, к этому познанию. А находясь в этой точке, вы можете делать управление уже, ну, как бы в сконцентрированной области, только лишь видя ее оптический свет, и все. Если в математике долго, ну, там, какая-то формула собирается путем предшествующих действий, то, конечно, формула может быть небольшой, но решает, как бы, задачу с учетом всего последующего. Ну, примерно такой же принцип. То есть, постарайтесь настолько, значит, упростить, что ли, систему в конечном итоге, что это просто навсегда будет одноимпульсно, например, управлять системой. Хотя под ней находится очень много, иногда сложных определений. Потому что часто определения нужны для того, чтобы привести в нужную точку область сознания. Как только вы туда попадаете, в общем-то, путь уже, может быть, не нужен дальше. Сам путь. То есть, каждый раз не нужно просматривать сам путь достижения этой точки или там, всю траекторию. Вот на этом я сегодняшнюю лекцию заканчиваю. Сейчас будет 15 минут перерыв, а потом ответы на вопросы. В данном случае я начну с конкретных вопросов, предложений к сегодняшней лекции, которые характеризуют структуру физического тела, как бы, в отношении ко времени. Вопрос следующий, что воскрешать можно всех, а как же реинкарнацию? Значит, дело в том, что понятие реинкарнации сосредоточено, ну, скажем, в буддийском варианте развития. И он характеризует этот вариант, что есть накопление информации для следующего уровня развития, да, например, от одной реинкарнации в другую. С точки зрения моей системы спасения, то есть, учения о спасении и гармоничном развитии, речь идет сейчас о том, что, вообще говоря, мы сейчас говорим о необходимости, в принципе, спасти от физического уничтожения, ну, например, земли. Так как есть реинкарнация информации, то для мира исчезновение, например, одной планеты означает, вообще говоря, реструктуризацию реальности, то есть, реальность приобретает совершенно иную форму. Поэтому для существующего уровня спасения даже одной планеты речь идет о спасении тогда всего мира. И вот в связи с этим понятие высокорешения и понятие как бы целевых систем, вообще накопленных ранее, да, реинкарнация – это более ранняя идеологическая система. Для чего, вообще говоря, нужна, там, предположим, в идеологии буддизма реинкарнация, усиление, предположим, древнего буддизма, реинкарнация как сущность, значит, в будущем, в общем-то, ну, можно сказать, обожествление, то есть, следование движения по пути создателя. А если мы говорим сейчас о том, что нужно, во-первых, сделать так, чтобы не было макроразрушения, то есть, задача создателя заключается в том, чтобы не было полного, как бы, фатального уничтожения истории информации. В этом случае реальность развивается. То модель реинкарнации, в данном случае, она реализуется, опять же, в том, чтобы кульминационная точка реинкарнации заключалась просто в вечности уже одного физического тела, как наиболее четко правильной системы. Вот с учреждения сегодняшней лекции, именно физическое тело, которое вечно функционально, это будет, в данном случае, корректно правильной системой. А вся внешняя система может быть преобразована под, например, уже вечное тело. И тогда получается, что все системы реинкарнационные, которые соответствовали конкретной личности, они таким же образом могут быть проявлены. Вопрос заключается только лишь в конкретике. Предположим, вот есть конкретная личность, и она где-то должна быть реализована. То есть такой достаточно, в принципе, что ли, простой принцип развития физической, в том числе, реальности. Он заключается в том, что если, например, рассмотреть идеологию Иисуса после воскрешения, то его присутствие уже получается, что во всех, это во многом факт, как бы, аксиматический. И в связи с этим принцип реинкарнации с точки зрения технологии именно проявления в области уже корректно определенной заключается в том, что любое, в том числе, корректно физическое проявление рассматривается либо как совершенно, значит, индивидуально, в том числе расширенно, если существует, например, ткань тех, кто был ранее в реинкарнации. То есть есть модели реинкарнации совершенно различные. Одна из моделей, наиболее, так скажем, развитая в плане, что ли, реального развития материи, что клетки, которые соответствовали телу в какой-то реинкарнационный момент, они просто переносятся в другое время. И в связи с этим получается, что в тех системах не остается именно материальной субстанции. В случае реинкарнации, когда материальная субстанция сохраняется, то есть еще вот древние буддийские обычаи, сжигать, значит, например, тело связано с тем, что закон реинкарнации – это перенос структуры физической в следующее время, это в идеале. И поэтому реинкарнационная модель, вообще говоря, в идеале работает все равно на одно тело, которое максимально развито. То есть, с точки зрения сегодняшней идеологии, как раз-таки доказательство того, что тело не разрушимо, предложено воскрешение, это и есть, вообще говоря, силовая структура, на самом деле, то есть, это проявление именно вектора силы по отношению к возможному глобальному уничтожению. То есть, доказать, что если воскрешение является обычной, вообще говоря, для всех технологий, пусть даже массовой хотя бы, не говоря об обычной, то получается, что даже нельзя уничтожить, если это развить до уровня обобщения. И поэтому то, что воскрешать можно всех, вот, например, вопрос, я бы его разделил, что, вообще говоря, воскрешение реальное. Вот, возможно, именно когда и реально всех, потому что, если существует, ну, как сказать, невоскрешенное, то тогда, получается, существует в культивном сознании точка разобщения, которая в дальнейшем будет являться сдерживающим фактором. Поэтому, как бы, так как реинкарнация, в данном случае я рассмотрел, как вопрос, как раз-таки, значит, подготовки, ну, как конкретных личностей к возможности воскрешать, то в конечном итоге реинкарнация, с точки зрения, опять, сегодняшняя лекция, это, ну, как бы, не полностью правильная система, потому что реинкарнация, может быть, много, значит, имеет активацию в корректной системе, которая имеет целевые основные функции. И в качестве, вот, ну, во многом, что ли, добавления к сегодняшней лекции, вот, именно корректная система, которая уже имеет корректную структуру, она может, как раз-таки, иметь сверхбыстрое развитие, в отличие от, например, неопределенных систем, с точки зрения, как бы, логического статуса развития. С точки зрения духовного, неопределенная система тоже может развиваться сколько угодно быстро. И в связи с этим, вот, я все-таки считаю, что на уровне двуполюсных систем противоречий здесь реально нет, во-первых, как по логическому статусу исследования задачи создателя о вечном развитии, а во-вторых, что даже в случае, когда физическое тело, например, существует, или какие-то признаки существуют в других временах и происходит воскрешение, то существует принцип, вот, как по Иисусу предложим, расширение присутствия, да, например, душа становится шире, то есть она охватывает все больше систем реальности, и не возникает противоречий между душой, например, одного человека, или же того, кто, ну, например, находится на другом, что ли, уровне развития, на другом временном интервале развития. Это принцип, как бы, единения душ, вот, точка единения душ по пути к создателю, то есть проявления создателя в плане стыковки душ по задачам создателя. То есть информация о рождении души, она начинает быть, как бы, смешанно, перемешанно, одноцелевой по отношению к информации действия души. Где душа рождается, там она и действует, вот, как бы, точка в сознании это одна. И поэтому, получается, что противоречие между душой, которая реанкарнировалась, то есть на многообразном восприятии, там, где в одно, что ли, восприятие помещается, много понять, в многомерном восприятии, там нет противоречия между, например, одной душой, которая была в том времени, например, и душой, которая реанкарнировалась, ну, как бы, много раз. При этом, как я объяснил, что воскрешение, то есть в том числе тех, кто был ранее, да, в реанкарнационных моделях не является противоречием. Потому что принцип создателя, движение каждой конкретной личности к, ну, уровню, значит, который определен создателем, как уровень вечного развития. Поэтому, в принципе, здесь при определенном уровне понятие противоречия просто, значит, на самом деле оно исчезает. И вопрос следующий. Мать, это в кавычках Шри Аурабинда, ну, это мыслитель достаточно все-таки известный, так я могу о нем сказать, Шри Аурабинда, и он автор, по-моему, интегральной йоги. Вот написано, что мать Шри Аурабинда говорит о том, что на земле из живущих людей меньше половины, а кто остальные, что с ними. Ну, во-первых, вот, например, в моей книге «Воскрешили людей вечную жизнь. Отныне наша реальность». Там есть определенные сведения о том, что, значит, любой элемент реальности развивается в сторону человека, причем в том числе к форме человека. Не обязательно это только форма физическая, но и в том числе форма разума. То есть более разумное, например, животное имеется в виду, более разумные растения и так далее. И вот в данном случае, на мой взгляд, что могло быть сказано здесь, с точки зрения того, что там меньше половины, то, в принципе, можно было бы сказать так. То, что живущие, вот если с точки зрения даже модели реинкарнации рассматривать, есть кто реинкарнирует, ну, еще дальше, предположим, кто ставит задачу реинкарнирования, будет переходить к вечной жизни. А то, что, например, касается тех, кто, например, развивается в сторону человека, то есть в идеале это есть единый создатель, который в конечной цели, который является и единым целым, и одновременно всем там, в частности, как бы структурой развития создателя. И поэтому, так как есть такой принцип, как закон самого создания создателя, то каждый объект должен быть и автономным, и одновременно гармонично управлять все внешние и внутренние реальности. В связи с этим, если говорить о том, что вот только половина, например, живущих является людьми, то я бы не стал воспринимать вот это высказывание как, как бы, ну, некое отгораживание другой половины, как бы непонятно куда, а я воспринимаю это как именно задачу движения в сторону идеальной, что ли, конструкции создателя, в сторону вечной жизни. Поэтому те, кто приближается, ну, возможно, это не обязательно конкретно люди, кстати говоря, то есть они постепенно приобретают форму как бы обычных людей, потом начинают развиваться, а другие просто движутся, зная свои задачи. И в связи с этим, вот, ну, видимо, существует некое разделение, хотя, на мой взгляд, это возможно еще когда Шри Аробинда, вот, было примерно где-то, вот он писал, там, как бы, по информации со ссылкой на Шри Аробинда, там было половина. На мой взгляд, уже в текущем времени те, кто бы, например, реально, скажем так, не стыковался с задачей вот создателя по вечному развитию, таких, ну, может быть, единицы сейчас. То есть на уровне, ну, скажем, не всегда только уровне логического сознания, вот на уровне духовного, на уровне задач. Задачи очень просто и ясны. Когда есть глобальное макроуничтожение в качестве теорической возможности, то срабатывает механизм, который существует у всех, механизм, либо явно правлен, либо неявлено, в том, что каждый что-то делает, чтобы этого не произошло, и поэтому движется по пути, обозначенным создателем. И в связи с этим, как бы, движение – это вполне определенное. Мы даже можем сейчас делать определенный, например, тренинг по этому вопросу. Рассмотрите вот сферы, где есть движение людей, которые работают на сознании в сторону движения по задаче создателю. И есть сфера, где люди, например, не знают, что такие технологии можно применять, например, по крайней мере, пока. И, тем не менее, они все равно движутся. Вот посмотрите, в чем разница, например, по интенсивности свечения сфер, по объему. Вот пусть две сферы передо мной. И сравните, есть ли вообще принципиальная разница между законами их развития. Я понаблюдаю, просто проанализируйте. Это я могу утверждать. Это может быть что-то иное, что восприняло желание вот таким образом. Может быть, это человека здесь нет, который писал эту записку? Ну, знаете, в чем вопрос? Сейчас вот тренинг Вы сделали сравнение, да, по поводу людей, которые бы развивались самостоятельно, не применяя технологии сознания по управлению прямым. И кто применяет? Вот с точки зрения, предположим, вот этого вопроса, если соотнести, что такое возможно было, высказывание, я думаю, что все-таки здесь надо больше подходить к тому, что есть, например, такие точки зрения вообще в мире, что существуют некие сущности, которые несоотносимы с людьми, предположим. И в связи с этим я все-таки ответил больше идеологически, то есть покрыв эту точку, возможную точку зрения, например, пусть даже это, например, не в таком конкретном виде изложено у Шри, например, со ссылкой на Шри Аурабин. Просто я думаю, что все равно вот ответ на этот вопрос, он принципиальный, что нет радикальных вообще никаких противоречий между теми, ну, кого относят, например, к людям, например, и к тем, кто считается, что они не относятся, например, к людям, предположим, там растения или животные. Значит, поэтому здесь сам вопрос даже не суть важен, откуда он произошел, да, если у Шри Аурабинда это или нет этого. Значит, скорее всего, что, если вопрос сформулирован, то восприятие, да, человека позволило этот вопрос выразить так, то есть, если определенной точкой сознания является именно Шри Аурабинда, то лучше всего именно так, видимо, его понимать. Но я думаю, что так как все-таки Шри Аурабинда развил именно интегральную йогу, там как раз речь идет об интеграции, то есть, речь идет о том, что на определенном уровне значит, вот эти различия в плане движения, они, в принципе, стираются и все уже ну, становятся, что ли, по образу больше, что ли, похуже в сторону людей. То есть, при определенной эволюции, предложим, сохранив форму собаки, если сохранить форму собаки, то уровень, например, взаимодействия собаки на духовном плане, он опять приближается к уровню духовного, я не говорю, что именно вот как у людей, но, по крайней мере, технологически собака может, например, понимать определенные импульсы, предложим, духовного содержания, да, и были даже определенные, по-моему, опыты в свое время проводились, связанные с тем, что на телепатические сферы собаки реагировали достаточно корректно, то есть, ну, это, вообще говоря, относится ко всем, к растениям, например, к кошкам и так далее, поэтому развитие, все-таки, в сторону развития людей, вот, всей внешней реальности, это просто как закон развития реальности, и в идеале создатель, который всех создал, является проявлением, то есть, в идеале мышления, так скажем, да, является проявлением все равно всех, и поэтому, я думаю, что речь идет о том, что вот эта вот именно там половина или какая-то часть, это в большей степени относится к объектам, которые, вообще говоря, по форме изначально часто даже не похожи на людей, но движение, например, если взять массовый расход, предположим, взять информацию массы людей, взять информацию, предположим, массы, ну, предположим, растений, то есть такой закон, что к каждому уровню информации соответствуют определенные сферы, и эта сфера именно такого размера, как сфера любой другой информации, то есть, по массовым меркам, с точки зрения создателя, создавшего каждый объект независимым и свободным, получается, что если брать два объекта, да, например, то два объекта, они имеют одинаковую массовую характеристику информации, в законе развития информации, тогда получается, что люди, как раз они имеют, там, предположим, там, 50%, если брать два объекта, а на уровне переходных систем, там, управления, то, ну, например, получается, что в зависимости от того, как идет сфера взаимного управления, да, или больше, или меньше, ну, около 50, например, можно вообще так рассмотреть вопрос, что с точки зрения массовых систем развития информации, каждая система в двуполярной системе, она примерно 50 на 50 и состоит, почему еще я вот взял в качестве ответа на вопрос именно этот пример, что вот когда я говорил об определенной и неопределенной сфере информации, они по массовым, по визуальным признакам, они примерно одинаковые, они примерно так и взаимосвязаны 50 на 50, и определенная система, она вообще говоря, значит, такова, что она переводит в свою сторону неопределенную систему, то есть мы всегда движемся в сторону определенной системы, и в связи с этим, вот, я думаю, что, как бы там ни звучал вопрос, что, вот, предложен по законам развития, вот, например, да, информации, и с точки зрения того, что каждый объект информации развивается в сторону человека, в сторону создателя, можно говорить, что действительно существует соотношение где-то, ну, на равных, то есть 50 на 50 по отношению к любой системе, вот, с этой точки зрения этот вопрос, он очень интересен, и отражает, как бы, сущность независимости любого объекта информации, насколько это было сказано, действительно, со ссылкой на Шри Аурабинда, это уже вопрос другой, но, с точки зрения сегодняшней лекции, это достаточно корректное, на самом деле, представление в плане, использования, вот, прикладного использования сегодняшней лекции, выделяя любые две сферы, объем информации в каждой из них всегда 50, примерно на 50, и в связи с этим, как бы, это просто закон равенства любой системы информативной, и поэтому получается, что мы имеем здесь, вот, даже при управлении через неопределенные системы, мы можем, всех, кого здесь названы, да, например, не людьми, ну, не относящихся к людьми, предложить, их всех перевести в людей, по крайней мере, перевести в задачи, которые люди выполняют, и поэтому, вот, здесь система такова, что не существует, как правило, таких, ну, как бы, антагонистических совершенно, там, противоречий, с точки зрения этого слова, если брать социалистический реализм, есть только путь, например, исследования, вообще говоря, общей цели, то есть, если говорить понятие антагонизма, как проявление системы, то, как я сказал, в случае уничтожения планеты, например, Земля, история информации, если разрушается, то, в общем-то, любая система уже не будет иметь тот вид, то есть, реальность, она радикальным образом меняется, поэтому, исходя из закона формирования, значит, любого элемента, с точки зрения, самовоспроизводства, самовоссоздания, тех, кто бы был заинтересован вообще в уничтожении планеты, по сущности, вообще говоря, нет. Просто многие, может быть, не понимают, что это коснется их, потому что не знают просто законов связи информативных областей. Поэтому задача, вот именно вечного развития, задача созидательного развития, часто это задача просто объяснения и указания на существующие законы и их, в общем-то, может быть, более четкое объявление. В связи с этим, вот я считаю, по идеологии сегодняшней лекции, например, отнеся следующую, как здесь вот указано, предположим, половину, на уровень неопределенной системы надо в качестве домашней работы сделать так, чтобы они были или просто людьми, или, по крайней мере, помогали людям. То есть, просто в качестве тренинга сделайте это упражнение по сегодняшнему вопросу. Вопрос следующий. Значит, как найти точку кармы спасения всех, не ухудшая ничего и нигде, так как зная, где находится управление карме спасения. Можно попасть в природу саморегуляции прошлого по отношению к будущему. И здесь вот можно, кстати, привести пример. Дело в том, что, если мы рассматриваем понятие кармы спасения, то мы рассматриваем область, опять же, как я вот уже сейчас говорю, имеющую, может быть, следующую структуру многообразия, как бы, следующие, можно сказать, измерения, но это реально несколько бы сужало смысл данного понятия, потому что измерение, это как бы просто некая следующая вертикальная составляющая, я бы сказал, о другой плотности информации. То есть, если мы можем в одну корзину положить, условно, 10 яиц, и появляется 10 цыплятов, если мы берем меньше, перепелиные яйца, то может быть, их 20, и так далее. То есть, мы из одной области воспроизводим большее количество информации, хотя при равных изначально условиях, слово яйцо. Поэтому здесь, сказав какое-то слово, например, сделав управление с точки зрения, например, причинно-следственных связей, мы можем отслеживать, например, какую-то одну из линий управления, которая возможна в правильных физических событиях. Но если мы имеем именно управление в многообразную область, то есть, смотрим не причинно-следственные связи, как бы, линейного типа. Линейная я называю связь, например, проявлена с точки зрения физической реальности, где, значит, управление с точки зрения кармы, так бы, проявлена четко линейная физическая реальность в плане весовых функций, как бы, то есть, за что-то получается что-то. Но, когда мы рассматриваем задачу спасения всех, то есть, карма спасения, то центр управления как раз-таки становится в центре задачи. То есть, спасение всех, это значит решать обратную задачу. И, как бы, то есть, как бы, из будущего сюда имеют обратную. То есть, там, где спасение всех, и поэтому карма управления, да, она становится, во-первых, начинает, карма спасения, она начинает иметь совсем другие характеристики по взаимодействию с сознанием, и точка может быть опять многообразной, не как вот там в примере с корзиной, например, с яйцами, не как вот, предположим, только 10 яиц, да, мы можем получить 20, или там, предположим, если еще более мелких животных взять яйца, то, например, сотни и так далее. И при этом в одном и том же объеме информации. Следовательно, если мы имеем, предположим, управление в этой точке, которая причинно-следственная точка, то управление не причинно-следственным уровнем, а уровнем целевым, то есть нам надо спасти всех, оно заключается в том, что многие вопросы решаются, ну, или мгновенно, или очень быстро, а вот причинно-следственная часть является просто подсистемой, которая, вообще говоря, решена в плане действия конкретной личности, то есть данная личность, оказавшись в данном месте, например, сможет сделать управление таким, чтобы, с точки зрения, ну, предположим, обычной кармы все равно реализоваться как на равновесном уровне, то есть сделав какое-то положительное действие, конкретная личность может, ну, как бы очиститься, что-либо, если, с точки зрения, причинно-следственной кармы, то есть линейного типа кармы. Поэтому законы распределения управления, информации управления, они просто более концентрированы в карме спасения. И конкретный пример, если вот привести, например, вот мы разбирать пример того, чтобы не было уничтожения опять ядерного реактора самолетом, на котором есть ядерные боеголовки. Первый, самый простой пример, например, мы можем сделать управление, но кто, предположим, подгружал ядерные боеголовки, взял и открутил, например, систему взрыва, да, например, взял и открутил тот шруб, который приводит в действие сами ракеты на самолете. Но при этом самолет еще может упасть. То есть часть кармической задачи, которая стояла на этом человеке, если были какие-то не конкретно даже его личные проблемы по карме, а есть понятие макрокармических систем, территориальных, родовых и так далее, то они могут сработать в том плане, если он это сделал, то идет соответствующее фактическое ощущение, причем на оптике явно проявляется просветление, например, в загруженной части кармической системы, которая якобы должна была приводить к некой проблеме. То есть сознательное действие человека приводит к тому, что он фактически этим действием очищает, когда он работает с точки зрения спасения именно всех, где вот это свечение спасения всех, а вот с точки зрения самовоспроизводства информации, самоорганизации, знача следующей итерации жизни, то есть спасения, реальное существование, например, физической реальности, это задача одновременно из этой точки производства этой реальности. То есть там задача роста физической реальности и задачи управления не пересекаются с точки зрения духовного управления. вот мы рассмотрели там часть задачи, но предложим, самолет все равно долетает до какого-то пункта, дальше заканчивается горючее, например, второй пилот взял и слил горючее частично, пока его, например, не каким-то образом не отвели от управления. То есть получается, что мы имеем в управлении, в карме спасения не причинно-следственную систему, а действие личности приводит к тому, что напротив личность начинает системно влиять на конкретную, например, ситуацию, и при этом это влияние оно нелинейно, потому что оно идет от организации реальности, существующей реальности, а во-вторых, так как там многообразные системы связи, а во-вторых, в линейной системе идет своеобразное улучшение. Значит, и так как задача создателя, опять же, улучшение локальных систем, например, в линейных тоже, то он все равно выполняет свою же задачу. То есть с какой бы стороны ни подойти, управление по системе спасения это реализация задачи создателя, как на линейном принципе, так и на уровне кармы спасения. И вот конкретный этот пример, если взять, то здесь, например, вот как раз таки попасть, вот здесь написано в природу саморегуляции прошлого по отношению к будущему. В будущем, где есть спасение, прошлое, то есть в том числе текущее, через секунду уже прошлое, саморегулируется по выбору конкретных лиц, например, с той точки зрения или к родственному сознанию, или личности одного человека. то как раз таки вот свобода личности в данном случае проявлена как необходимый элемент развития, кстати, если понаблюдать вот за этим уровнем. И когда мы свободу личности рассматриваем как элемент полного развития такого, как заложил создатель, то мы имеем, что вот карма спасения, именно управления от единого импульса по макроспасению, это в принципе достаточно ну как бы периферическая система в управлении, то есть карма, то есть причинно-следственная система, которая направлена на реализацию спасения. Более высокая система, там вопрос кармы, он вообще не стоит. то есть как бы за что-то надо иметь обязательно что-то конкретное. Там стоит вопрос только лишь такой, что не происходит того, за что происходит линейная возмездная ситуация. И как раз на этом уровне управление такое, что карма спасения это путь к тому, вообще говоря, в идеологическом понимании истинному спасению, когда не возникает ну как бы ограничения по созидательному выбору. То есть в понятие кармы спасения входит вот эта конструкция, что ограничения по созидательному выбору на самом деле там не существует. То есть каждое следующее желание в созидательном плане оно всегда реализовывается. И если посмотреть вот эту конструкцию кармы спасения в связи с линейной кармой, там можно обратить внимание, что существуют вот эти законы развития сознания, которых я сказал, в плане развития сознания развивающегося в том числе если вы, например, просто со стороны наблюдаетесь за сегментом сознания, который вы объявили, например, вашим сегментом. И смотрите, как оно развивается. Вот вы можете по итерации взять, например, карму, взять карму спасения в виде двух сфер. И, значит, карма спасения совершенно понятная система, надо всех спасти. А просто карма, причина связи с тем, она обладает неопределенными во многих случаях ситуациями. Потому что в чем конкретно проявлена карма и как, предположим, связана, это вопрос анализа. И поэтому вопрос анализа, если определить как неопределенную систему карму спасения, как определенную, то мы можем перевести любую карму, вообще говоря, в карму спасения, по сегодняшней лекции, просто путем наложения в это все. И в связи с этим мы можем иметь эффективный механизм внутри данной системы, смотреть, как внутрь пробирки, смотреть, как тогда надо способствовать развитию элементов сознания, чтобы они все время развивали в сторону спасения всех. На уровне, например, понятия кармы. А потом мы вышли за это понятие в свободу, полную свободу воли. Вот тот сегмент, на который я сказал, что нужно обратить внимание. Где понятие кармы, то есть, как бы, за что-то, что-то, там вообще не реализуется, потому что там вообще не стоит такой вопрос. Там другой уровень реальности. И постарайтесь вот на этот вопрос, видимо, еще ответить таким образом. Например, после воскрешения Иисуса, когда уже он имеет фактически вечное физическое тело, у него стоят совсем другие задачи. То есть, и те другие задачи, это же тоже круг задач. Значит, и как бы, получается, что, понятно, что Иисус всегда участвует, чтобы здесь было спасение. Но и кроме этих задач, также проявляются другие задачи, так как вечное тело. И вот соединение разного типа задач, это есть личность Иисуса, который, ну, вообще говоря, может, получается, действовать там, где нужно. И как бы вообще тогда и в одной точке, и везде, да. Значит, и вот этот уровень действия в одной точке, и везде, в принципе, развитые там личности, святые, там просветленные. И идеологи, даже, например, ученые, не обязательно которые, вот, ученые, которые, предположим, как бы, общественно выявлены, а просто ученые в плане учености духа, что ли. Они во многом имеют такую стыковку, и часто их единственное действие решает задачу всех. И вот здесь такой же принцип с точки зрения понятия кармы, что, значит, единое действие, да, в одной точке решает задачи в макроспасении. В применимости, например, к спасению всех лучше все-таки исходить из целевого управляющего импульса и спасения всех, а понятие кармы рассматривать только все это как периферическую систему. Как систему, для которой требуется анализ, потому что, вот, любая причинно-следственная система, то есть, что за что-либо получается что-то конкретное, это ограничение. Значит, и поэтому это надо рассматривать как систему, ну, как бы, более нижнего иерархического уровня управления понятия кармы. Лучше всегда управлять с точки зрения формирования того импульса, который, значит, за счет технологии управления и целей макроспасения сразу дает управление безограничительных систем. Следующий вопрос такой. Эволюция происходит каждое мгновение, и каждое мгновение создатели применяет состояние, а изменяет состояние сознания клеток тела. Значит, каким станет сознание клеток тела человека, использующего вашу методику омоложения? Так, норма какого времени заложена в эталон? Я начну с того, что нормой времени является созидательное развитие всех событий реальности, ну, воплощенное, например, в итерацию события, да, в какую-то секунду. То есть, норма – это норма именно вечного развития. То есть, время, оно как бы в этом случае, и реально, кстати, на оптике, если посмотреть, время вытекает из источника, который сам по себе является вечным. И когда мы определяем такую норму времени, то ясно, что каждое мгновение, да, происходит связь, изменение каждого, как бы, деления времени в каждой клетке. И получается, что норма времени, ну, влияет, так скажем, на конкретную клеточную систему. И вот с точки зрения омоложения, чтобы было омоложение при наличии естественного развития реальности, омоложение можно рассматривать как следующее развитие клеточного состава. И при этом тогда никаких противоречий здесь не возникает. Здесь просто омоложение – это проявление структуры создателя, на самом деле, вот в данной точке, с точки зрения вечного развития. И в том числе, что ваше сознание соответствует, например, в данном случае этой задаче. То есть каждый выбирает, когда мажется, или после, например, там, 70 лет, или там, раньше, или там, в каком-то возрасте, который считается, ну, постоянно, как бы, средне-молодым, что ли. То есть выбирается какая-то система у каждого лично. И при этом существует, правда, такой элемент, когда окружающий еще обладает, как бы, возможностью стареть, то получается, что с точки зрения организации всего коллективного сознания, чтобы, как бы, иметь какую-то точку омолаживания более раннюю, здесь нужно тогда иметь возможность, вообще говоря, передавать как-то знания другим. Либо, там, просто омолаживать вперед, что ли, по управлению, кто встречается, либо, там, обучать, да. Но в некоторых случаях иногда, по, например, клиническим показаниям, допустимо омолаживание очень, как бы, радикально внешне, которое сразу фиксируется, например, другими людьми, причем, может быть, даже до такого крайнего, что ли, уровня, что сразу видно, что на много лет человек помолодел, и в лечении, просто, в своей практике были ситуации, когда, например, при четвертой стадии рака я иногда применял технологии очень сильного омолаживания, ну, вплоть до того, что там, например, человек стал несоответственным, например, изображению в паспорте, настолько моложе, но там ситуация такова, что был четвертой, как бы, стадии рака. Поэтому в качестве клинических показаний такой резкий отрыв, он возможен, чтобы спасти человека. А вообще, вот, в среднем, все-таки при омолаживании надо учитывать, что тот будет, ну, что ли, более устойчиво омолаживать себя, кто в понятии нормы, например, времени, да, закладывает это нормирование и для других, с точки зрения вечности каждого элемента развития, для всех причем. То есть, опять, задача передачи информации, передачи знаний в данном случае выявляется как задача все-таки целевая, и при этом любое действие желательно направлять на то, чтобы другие люди также умели делать, например, то, что соответствует вот именно задачам вечного развития. Еще один вопрос существует, это из более ранних записок. Он касается того, что с точки зрения применимости, например, к сегодняшней лекции, предположим, если вот в лекции об омолаживании мы, как неопределенную систему, возьмем события прошлого, да, в части вот омолаживания, а определенная система – это события цели омолаживания, то наложение целей возникает, что из прошлого очень много системных связей начинает налагаться на, как бы, личные цели данного человека. И при этом, ну, можно сделать, как я объясню, переходные звенья, и тогда омолаживание будет гармоничным. И вопрос вот нормы времени здесь становится вопросом именно, значит, нормирования с точки зрения того, чтобы события каждые, которые происходят за данное время, были оптимизированы, вот и все, в любом времени, причем. То есть норму охватывает все время, и прошлое, и будущее. И вот здесь вот я что хотел бы в качестве вопроса одного, то есть вот вопрос в том, состоял, что вот свобода личности, которая проявляется, например, в действиях Созидателя, как она отражена, например, ну, мгновенно отражена, по каким переходным системам, мгновенно отражена, например, во всем коллективном сознании. Там дело в том, что действительно, что Созидательный уровень управления, он существует точкой именно мгновенного отражения в структуре всего коллективного сознания. То есть, если мы возьмем, например, там сферу и скажем, вот эта сфера – это коллективное сознание людей, например, тогда один человек захотел кого-то вылечить. Вот это желание сразу является свечением конкретно в центре данной сферы. В отличие от, например, системы деструкции, если кто-то там захотел сделать деструктивное действие, то это в основном действие на поверхности сферы с целью, ну, как бы, эту сферу, ну, своеобразное сделать прокалывание, войти внутрь информации. Но при этом это периферическая система. Следовательно, вот, когда вы делаете управление позитивного типа, а по задачам вечного развития любое управление в любом случае является позитивным, вот еще доказательство того, что, значит, ну, как бы, не позитивного, что ли, типа управления, оно не является принципиально регулирующим. То есть, как бы, вот, там, где информация растет, создается информация, да, по всеми всех связям, оно, это управление исходит из задач именно создания бесконечной макрообласти развития. И поэтому, как бы, радикально управлять не позитивно, в принципе, там не существует доступа. Поэтому любые управляющие системы, они связаны именно с задачами, там, целевого гармоничного и устойчивого развития, с точки зрения вечного развития, они всегда позитивны. И они всегда высвечиваются внутри вот этой сферы коллективного сознания. То есть, каждый видит, и поэтому, либо вы высвечиваете очень сильно, если там очень положительное такое, макро-положительное действие для всех, например, там не взорвалась ядерная станция, либо личное действие – это управление там каким-то, ну, своим, что ли, уровнем задачи. Тогда в качестве управляющей системы возьмите вот в качестве, например, примера такой уровень, что если вы делаете даже личное действие какое-то, с точки зрения именно того, что вы знаете, что необходимо макроспасение, знать некоторые элементы или много знаете по технологии управления, для этих целей старайтесь специально высвечивать свой уровень управляющий, чтобы в коллективном сознании, вот в центре этой сферы, была передача этого управления сразу всем. И в качестве именно макроспасения, это будет вторая уже определенная сфера, и ваша первая сфера, которая представляет частный, значит, также определенная сфера, то путем того, что вы обе сферы сделали определенными, старайтесь сразу же передавать информацию во всю систему коллективного сознания вот по такому простому принципу, что сразу обращайте внимание, что вы находитесь в центре этой сферы, в центре информации коллективного сознания, и, в принципе, любой, вообще говоря, может воспринять эту информацию. Поэтому, когда вы обучаете, вы можете сразу же в виде критерия смотреть, насколько человек, который проявляет интерес, насколько он эффективно от вас получает, что ли, вот эти вот координаты по макроспасению управляющей. Здесь же также в центре этой сферы можно интегрировать знания, то есть использовать любые положительные знания для этих целей, и стараться задачей передачи информации придать вот такой, в том числе, как бы оптический, технологический оттенок. То есть в оптическом диапазоне делать параллельное управление, когда вы передаете знания. Например, я при сегодняшней лекции могу это делать постоянно, например, через полчаса взять лекцию, просмотреть, взять, засветить управление и всем передать на управление. Но во время лекции, например, больше внимания уделяя именно передаче на духовной основе, там, где скорость бесконечна. Словесная часть, она как бы оформляет статус общего направления. И тогда вы можете также, например, либо в будущем строить эту сферу, либо с точки зрения прошлого образования, что, кстати, относится также и к лечению. То есть лечение, как система по передаче информации, можно использовать эту же систему, где вы в центре коллектива сознания делаете восстановительные процедуры. И это передается не только там, излеченному, но вообще говоря, как опыт, вообще говоря, всем. И тогда следующий человек, он уже, например, в меньшей степени, что ли, подвержен заболеванию такого типа, потому что у него накоплен опыт, когда за счет структуры сознания одного человека уже, как бы, в меньшей вероятности, что его организм, например, будет реагировать на какую-то проблему таким образом, как, например, тот человек, которого вы излечили, например. Но это также относится и ко всему спектру событий, что любое событие, любой положительный опыт можно передавать сразу всем по технологии решений. Потому что на уровне, как бы, восприятия духовного это сделать очень просто. Главное, ну, как вот, в архивной системе распаковать свои действия и показать, что вы их открываете по свободе воли. Потому что когда вы показываете, значит, это можно смотреть по изначальному замыслу создателя и что так сейчас и есть. И в будущем будет, что каждый человек создан, на самом деле, неприкосновенным. Если вы не открываете, то догадаться, что вы это хотите передать, могут, видимо, люди, которые, ну, как бы, просто знают, как-то вы сказали, или в разговоре, или объявили там путем текста. А вот те, кто вас лично не знает, тогда как их образовать? Вот это система образования, которая нацелена на тех, с кем вы, например, лично не разговариваете. И таким образом, если вы будете расширять статус такого образования, то вот Центр свечения в Центре коллективного создания по передаче знаний спасения может быть очень интенсивным. Ну, кстати, понаблюдайте, вот я, например, сейчас такую задачу поставил, если там проходит месяц, там, или большее время, насколько интенсивное свечение увеличивается. Можно даже это сопоставить, при желании. На этом я лекцию заканчиваю. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова